Конфликт армянской церкви с властями страны плавно перешел из Еревана во второй по величине город страны Камней, Гюмри, где архиепископ Баграт Галстанян провел свои протестные акции. Ну а подробнее мы поговорим с гостем на прямой связи со студией, председатель общественного объединения Евразийская платформа миграционных инициатив Азер Аллахверанов. Азер Майм, здравствуйте, добрый день. Добрый день, добрый день. Вот сейчас происходящее в Ереване называют самым серьезным вызовом для Пашиняна за все шесть лет его пребывания у власти. Уровень поддержки у армянского премьера сейчас действительно один из самых низких за всю карьеру. Может ли оппозиция осуществить государственный переворот, как это получилось когда-то у Николы Пашиняна? Дело в том, что мы изначально, конечно, следим за теми событиями, которые имеют место в Армении. То есть то протестное движение, которое разворачивается на улицах то Таурской области, то есть различных поселков, городов Таурской области. То есть и сел в том числе, а также и в Ереване, которые имеют место, вот было несколько митингов, несколько шесть, вот буквально недавно опять было очередное шествие, по-моему, 1 июня, если я не ошибаюсь. И где было высказано, сделано заявление, согласно которому, что в ближайшее время, значит, сторонники Баграта и Каластиана собираются проводить такое окончательное, ну, так называемое, ну, скажем, финальное какое-то мероприятие, где, конечно же, все наиболее ярко будет прослеживаться, или точнее, как бы все проявится как должным образом, или же недолжным образом. Так или иначе, я не думаю, что сегодня протестное движение достигло той апогеи, что это может привести к смене власти, политической власти в Армении, как минимум, потому что даже в то время, когда Никол Пашинян возглавил известное протестное движение, революция, которая имела место в 2018 году, то тогда, как минимум, самые даже первые дни в сторонниках, значит, Пашиняна было как минимум 150 тысяч человек, это как минимум. То есть даже вот в первой дни была огромная такая, огромная волна протестного движения, которая смогла в течение нескольких дней сместить с власти Карабахский клан. Вот такого вот яростного, или же вот такой активной фазы я сейчас не вижу, потому что даже те митинги, которые имели место, там буквально на них, ну, максимум большой там митинг был. В Ерване там, скажем, 20-30 тысяч человек смогло собрать вокруг себя недовольных событиями складывающихся, в том числе и в Тавурской области. Даже я помню, значит, хронику тех дней, вот буквально даже вот хронику последних событий, когда, с одной стороны, как бы вот эти красные береты, то есть представители специальных служб, значит, правоохранительных органов, задерживают протестующих, это как бы на одной части улицы, а на другой части улицы спокойно народ проходит, там, я не знаю, вот бильярдные столы, там вот на этих фотографиях были видны, там люди играют в бильярд. То есть получается, как бы на одной части улицы идет, как такой вот протест, движение, а на другой части ереванцы живут спокойно, нормально, такой мирной жизнью и так далее. Это говорит о том, что, естественно, вот все эти попытки, которые делаются со стороны, значит, сторонников Баграта и Галусиана, или я как-то сказал в студии у вас сторонников, ну, Багратовцев. Вот это движение, мне кажется, что оно затыхает постепенно, несмотря на то, что риторика меняется, в том числе и самого Баграта, она становится более жестче, более агрессивнее в отношении них тоже уже, скажем, соответствующая структура действует достаточно-таки агрессивно. Уже есть заявление различных общественных организаций, правоохранительных, точнее, правозащитных организаций. Вот, например, известный институт Лемкина тоже сделал заявление касательно того, что власти как бы попирают права мирных граждан протестующих или вот той части мирных граждан, которые участвуют в протестном движении. То есть уже есть определенное заявление, но несмотря на то, я думаю, что вот эта самая такая вот апогея, она уже постепенно идет к затыханию. И вот тот последний митинг, о котором сказал, или окончательный митинг, который должен поставить все точки над «и», я думаю, что вот этим и все закончится. Ну вот как раз-таки вот вы говорите, что это сейчас идет на стадию завершения и прочее. Ну вот священник Баграт заявлял, что имеет четкие планы по созданию переходного правительства в случае свержения премьера. О чем это говорит, по-вашему, Азерман? Мне кажется, это очередная инсунация. Почему? Потому что дело в том, что вот когда делаются такие подобные заявления, как правило, тезисно вот эта программа, она как бы доводится до сведения той части общественности, которая протестует. Ну как бы побольше собрать вокруг себя сторонников. Сегодня то, что говорится о том, что есть какой-то якобы какой-то переходный план и так далее, даже могут делаться заявления касательно того, что вот есть определенные силы, которые извне нас поддерживают. Даже такое тоже может быть. Тот же самый институт Лемкина, который выступил с заявлением, вот сегодня же на всех сайтах армянских вот это заявление Лемкина, оно тиражируется буквально везде и всюду. То есть это говорит о том, что Баграт хочет создать вот такой образ, не скажем по-багапону, но тем не менее, как минимум того псевдолидера, который якобы может возглавить правительство. То есть стать, быть лидером вот всего этого протеста движения и в итоге стать премьер-министром страны. Хотя вот эта амбициозность, даже в то же время и какая-то вот одиозность вот этой фигуры, она не столь уж поддерживается общественностью армянской. Почему? Потому что уже сами армянские эксперты и политологи говорят о его политических взглядах, о его позиции, о его привязанности к каким-то спецслужбам извне и так далее. То есть все это говорит о том, что у Баграта это всего лишь желание, которое, не думаю, что в ближайшее время может привести к какому-то такому позитивному исходу именно с точки зрения или с точки позиции Баграта Галстиняна и его сторонников. Да, тем временем, премьер-министр Армении Николай Пашинян намерен решить вопрос с агентами влияния Армянской Апольской Церкви. И депутаты надсобрания, отправившего в Армению гражданского договора, готовят законопроект по налогообложению имущества церкви. Как вот это отразится на митингах? Вообще сработает ли вот такая тактика? Дело в том, что я не считаю, что правильно было бы с моей стороны что-то там советовать, там правительство Армении, то есть по понятным причинам. Но мне кажется, что есть определенные силы, которые попытаются как бы немножко подсобить вот этому протестному движению. Мне кажется, что вот этот законопроект, который сегодня пытается продвигать правительство Пашиняна, может быть сейчас не к месту, именно исходя из тех побуждений, что та часть, которая сегодня недовольна и выступает в качестве протестного движения, вот эта часть, она же недовольна тем, что, во-первых, передали 4 села в Таужской области, которые непосредственно принадлежали Азербайджану под юрисдикцию Азербайджана, перешел под полный контроль. Есть сейчас на столе переговоров, в том числе и 4 эксклавных азербайджанских села, есть очень многие вопросы по вопросам демориентации, демаркации и так далее. То есть я думаю, что вот сегодня вот то протестное движение, которое имеет место, оно именно оснащено или вооружено, наверное, вот этим протестным составляющим, то есть касательно земель, тел и так далее. А вот дополнительно второй фактор, связанный с новым законопроектом, или точнее с законопроектом, агентом, скажем, я думаю, что это может привести к определенной эскалации, потому что к этой части протестного движения может присоединиться и другая часть, которая непосредственно, но это не только апостольская церковь, это в том числе большое количество неправительственных организаций, которые финансируются извне. И по большей части среди вот этих неправительственных организаций также есть определенные организации, которые так или иначе связаны и с этим протестным движением, и с реваншинскими кругами, и по большей части, значит, оппозиционными кругами. Вот я думаю, что вот здесь правительство Пашняна может наступить на очередные грабли, но уже внутри пределов этой страны, касательно тем, что будет продвигать вот этот законопроект. Но это мое такое субъективное мнение, я не думаю, что... Точнее, если сегодня протестное движение сможет вооружиться новым каким-то элементом для протестов и для более жестких политических заявлений, это, да, может привести к последующей нарастающей, значит, и последующей развитию событий именно касательно протестов. Ну, вот это заявление сегодня все лишь останется заявлением, но в будущем, конечно же, и не только касательно по апостольской церкви, все-таки правительство Пашняна пойдет на этот шаг. Так или иначе, рано или поздно этому быть, потому что и здесь тоже, по всей видимости, правительство Пашняна видит для себя большую угрозу, потому что извне педалируемые иногда вот эти протесты, естественно, создают определенные тревожность и напряженность для, в том числе, и для правительства Пашняна. И самого Пашняна. Да, если говорить вот именно об мнении экспертов, которые, вот именно армянские эксперты, которые заявляли, что на самом деле вот Галстанян это всего лишь марионетка, а в руках Сера Саркисяна и Роберта Качеляна, если вот комментировать вот эту мысль, то как бы вы ее прокомментировали? Дело в том, что они не просто заявляют, они даже иногда приводят конкретные там факты и касательно его офицерского чина и так далее, то есть много чего об этом говорят. Естественно, вот эти заявления, я не думаю, что голословные. Вот спрашивается, откуда вдруг начала вырисовываться фигура, скажем, архиепископа из какой-то области, то есть ни Чмядзин, ни там правления армянских апостольских церквей, там же есть такая большая структура, то есть есть целый такой союз апостольских армянских церквей, не из этого союза, не из этого правления вот этой структуры, а из какой-то области Таурской, которая там никогда даже мы так активно, мы более так яро не слышали про деятельность вот этого архиеписка, и вдруг вот эта фигура начала вырисовываться на аванс-сцени. Это говорит о том, что вот эта фигура начала получать определенную поддержку или стимул со стороны каких-то определенных кругов, ну и естественно тех сил, которые его выдвинули на передний план, сегодня пытаются всеми путями поддержать вот это движение, и вот поддерживаемые со стороны, отчасти со стороны, даже по большей части со стороны, это протестное движение, как раз-таки это тот факт, опираясь на который можно сказать, что Баграт Калустианян сегодня является тем элементом, посредством которого происходит такая политическая манипуляция внутри армянского общества, и как минимум создание той атмосферы, которая, скажем, атмосферы недоверия по отношению к правительству Пашиняна, которая по большей части придерживается западного ориентира, но вот разнощерстность вот этого протестного движения показывает, что не только антизападники поддерживают багратовцев, но и среди его поддерживающих, в том числе и в лице, скажем, того же самого института Лемкина, есть определенные и правительственные, точнее, неправительственные организации, которые сегодня, скажем, действуют на территории, скажем, тех же самых западных стран, но в частности в США, например. Спасибо большое за ваши ответы, за подключение на прямую связь со студией. Был председатель общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив» Азер Аллахмирян.